Какие социальные проекты будет в новом году развивать агентство стратегических инициатив? Нам рассказал его генеральный директор Андрей Никитин. Смотрите итоговое интервью главы ОСИ сразу после короткой рекламы. Андрей Сергеевич, здравствуйте, приветствую вас. Спасибо, что нашли время для нашего традиционного итогового интервью. Здравствуйте. И начнем с важной темы социальных проектов. В этом году президент уделил особое внимание этому направлению деятельности агентства стратегических инициатив. Эта тема звучала и во время послания, и на наблюдательном совете. Вы упоминали, что хотите в социальной сфере задействовать опыт проектных офисов. Расскажите, что это такое, как это будет работать, и в частности волонтерам, как это сможет помочь? Вы знаете, мы когда работаем и работали с вопросами инвестклимата, мы с чем столкнулись? Что какие-то вопросы, какие-то административные барьеры, которые есть в регионах, они решаются силами одного министра экономики или силами одного министра промышленности. Там и муниципальные задачи есть, и задачи территориальных органов министерств, и задачи самого региона. Поэтому президент два года назад дал поручение создать во всех субъектах проектные офисы для того, чтобы они целенаправленно занимались снятием административных барьеров. И вот похоже, что такие же подходы надо использовать и в социальных проектах, потому что зачастую границы социального проекта шире, чем задачи одного регионального министра или начальника департамента. А вот в частности развитие волонтерства, у вас есть конкретные шаги? Я знаю, что состоялась встреча, недавно и с губернаторами вы обсуждали, как развивать волонтерство, давать ему такую новую жизнь. Вот какие-то конкретные шаги, как оно будет развиваться в будущем году? Вы знаете, ну тут самое главное, скажем так, не зарегулировать эту сферу, да, как бы она хорошо развивается. Слава богу, и без нас, так честно говоря. Есть две вещи, которые, наверное, стоит сделать. Первая вещь, это посмотреть, какие есть барьеры в федеральном законодательстве. И такую работу, я насколько вижу, общественная палата уже во многом провела. То есть там практически это все готово. Надо только еще раз, наверное, обсудить это еще раз с самими волонтерами, чтобы не создать им лишних проблем. Есть еще вторая история. Это некие стандарты взаимодействия волонтерских организаций с регионами, с муниципалитетами или с теми же какими-то федеральными органами власти, например, с МЧС. То есть сейчас таких стандартов нет, и в каком-то регионе с волонтерами работают активно, в каком-то регионе их на порог не пускают. Да, но социальных проектов очень интересных. У агентства в уходящем 2016-м было много. Мы собрали информацию о них воедино, и сейчас давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Андрей Сергеевич, а какие важные социальные проекты получат развитие в 2017 году? Можете рассказать уже, что получат развитие? Ну, в принципе, все проекты, которые мы ведем, мы хотим максимально помочь им развиваться и добиться своих целей в 2017 году. Я бы, может быть, выделил два из них, таких для меня лично важных, наверное. Первое – это детские технопарки. Вторая история – это тема, которой мы занимаемся уже довольно давно. Это товары для лиц с ограниченными возможностями. У нас до сих пор российские производители, российские производители инновационных каких-то товаров для инвалидов, они не могут пробиться на закупки, не всегда могут. Ну и, конечно, все, что связано с вопросами волонтерства, это и поддержка тех, кто занимается защитой животных, и, ну, в принципе… Тем более год экологии. Да. И корпоративное волонтерство, которое тоже есть, и оно тоже очень бурно развивается. Вот эти все вещи мы будем делать в рамках вот такой совместной работы с общественной палатой. Ну вот, в частности, к одному из социальных проектов – детским технопаркам. Еще с вами вернемся, подробнее поговорим. А сейчас давайте о рейтинге «Дуин бизнес». Вновь в этом году у нас случилось продвижение по этому рейтингу. За счет чего, на ваш взгляд, если так подвести небольшой итог? Ну, это просто. Опрашиваются же предприниматели Всемирным банком. Это значит, что те реформы, те меры, которые принимались правительством, там, где-то с нашей подачей, где-то там, с нашей совместной с Минэкономразвития подачи, они их почувствовали предприниматели. То есть, если мы сегодня меняем какое-то правило, то, скорее всего, предприниматели об этом скажут через год-полтора. То есть, вот то место, которое нам Всемирный банк нас оценил таким образом, это, по сути, реформы конца 15-го или даже середины 15-го года. То есть, и, конечно, есть еще пакет реформ, которые были сделаны в 16-м году, и мы надеемся, что они тоже пойдут на пользу. Ну, этот рейтинг, как вы говорили ранее, он показывает такую среднюю температуру по больнице, то есть, относится ко всей стране. Но есть еще и конкурс региональных практик, лучших региональных практик, который прошел в этом году. Ну, давайте сейчас вспомним его результаты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот этот конкурс региональных практик, он привлек к себе внимание? Соревновательный такой элемент включился? Было более 300 заявок, но на самом деле это тоже появилось из рейтинга, когда к нам стали подходить регионы и говорить, вы знаете, вот вы занимаетесь лучшими практиками в области подключения к сетям, а у нас еще есть масса других лучших практик. И мы увидели, что в каждом регионе есть что-то хорошее. И зачастую это хорошее вполне достойно того, чтобы быть просто практикой всей страны. Я могу перечислить, там, не знаю, народный бюджет в Тульской области, практики, связанные с профориентацией на селе, которые в Ленинградской области есть, такие вещи. Очевидно, их можно просто брать и делать, да, то есть здесь никакого секрета нет. И мы за следующий год хотим вот эту работу тоже провести. Ну, лучшие региональные практики – это еще и потрясающие идеи, да, которые рождаются в головах госуправленцев. Я знаю, что у вас еще есть, ну, журналисты называют «школа для чиновников». Вот эта идея, она себя оправдала? Вы знаете, это очень, это один из самых, наверное, позитивных результатов уходящего года. 36 регионов прошли такое обучение на площадке Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Коллеги для нас готовили эту программу. Что важно? Вот, вы знаете, они же никогда не рассматривали как команду свои муниципалитеты, например, или коллег из налоговой, которые подчиняются федеральной структуре, да. И вот там впервые, вот, ну, где-то, может быть, нет, но в некоторых регионах впервые вот люди, которые на одной территории чем-то управляют и относятся к разным вертикалям, так сказать, да, просто стали понимать, что вот от них, от всех совокупно зависит качество жизни предпринимателей, людей в целом в регионе. И только объединившись, только, несмотря на разных начальников, найдя какие-то формы, в которых они могут выстраивать совместную работу, они могут добиваться реального результата, не перебрасывать друг на друга, да, ответственность, как бы. Я хороший губернатор, а налоговая тут душит предприниматель. Или там мэры, там, плохие у меня, яд хороший, как бы, да, не работает так. Ну, вернемся к теме детских технопарков. Уже понятно, какие регионы получат субсидии, там, 925, кажется, миллионов рублей. Но мы посчитали, во скольких регионах сейчас есть детские технопарки и во скольких должны появиться к 2017 году. Давайте посмотрим. Вот получается, что в следующем году у нас будут технопарки в 40 российских регионах. А по-вашему, когда мы начнем получать отдачу от этих инженеров, специалистов? Когда мы сможем уже, не знаю, узнать об открытиях, которые сделаны специалистами, которые побывали, учились в этих технопарках? Ну, основной контингент там дети 10-12 лет, да, то есть в 14 уже практика показывает, открываются компании, которые потом становятся мировыми, да, там в 15, да, совершаются открытия. Поэтому я думаю, что такие результаты, они появятся уже на горизонте 3-5 лет ближайших. Я могу, например, привести набережные Челны. Там IT-парк находится на одном этаже, а кванториум на другом. И вот этот ребенок там, он лет в 15 может просто спуститься на этаж и уже попасть в бизнес-инкубатор, как бы, да, если у него есть IT-проект. То есть зачастую мы стараемся делать так, чтобы кванториумы не находились отдельно, где-то, знаете, на выселках там сидели, да. Они были связаны в Москве, то же самое, технопарк Москва, реальный технопарк, реальные стартапы, реальные производства и детский кванториум. Для чего? Для того, чтобы они понимали, что те вещи, которые они делают, они, вот их можно здесь же применить, например, да. То есть это вот не должно быть, не должно быть этого разрыва на самом деле. Еще одна очень важная тема, которая касается образования, это WorldSkills, настоящий прорыв, который случился у нас в этом году, да. Мы заняли первое место на европейском первенстве. Но на самом деле, если изучать результаты WorldSkills, то получается, что в основном победу одерживают наши специалисты, представители крупных госкомпаний или крупных корпораций. Вы видите здесь проблему? И что-то еще здесь нужно менять, развивать? Ни в коем случае себя нельзя переоценивать. На самом деле мы там еще и половину пути не прошли к тому, как должна быть представлена Россия, так сказать, в таких чемпионатах. То есть мы это очень хорошо понимаем. Огромная же страна, огромное количество специалистов и рабочих в частности. Во многом в регионах, к сожалению, до сих пор среднее профессиональное образование рассматривается, знаете, как что? Вот есть там нормальные дети, которые вот из школы закончили, и ГЭС дали, пошли в институт. А есть, которые не попали в институт. Их надо чем-то занять, чтобы они у подъезда там, не знаю, там, не курили. И вот больно, неприятно, но это правда. До сих пор у нас такая ситуация во многих регионах существует, когда учеба в СПО рассматривается просто как способ отвлечь детей от улицы. Их там по факту ничему не учат. У каждого колледжа, у каждого директора колледжа должно быть понимание, для кого он учит этих детей, куда они пойдут. А у них должно быть понимание, что они выходят и становятся нужными, важными специалистами. Пока WorldSkills он затронул, ну, может быть, 10-15% этой системы. Наша задача сделать так, чтобы это было глубже. Но есть еще один тренд, я не могу о нем не сказать. У нас в прошлом году, по-моему, одна из победительниц по ювелирному мастерству получила премию миллион рублей от наших, так сказать, спонсоров этого чемпионата. Она ее не потратила, а открыла ювелирную мастерскую. Те дети, которые хотят быть предпринимателями, если он хороший автослесарь, и у нее есть медаль золотая национального чемпионата, почему бы не открыть свое предприятие и сделать так, чтобы в этом городе владельцы автомобилей радовались тому, что у них такой человек работает, у нее есть такая мастерская. Ну и в финале буквально коротко о будущем, точнее о рынках будущего национальной технологической инициативы. Там утверждены пять дорожных карт НТИ, Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет и Энерджинет. Все правильно? И еще здоровье, Холстник. А, еще здоровье, да. Вот совсем недавно на президиуме комиссии по модернизации. Что в итоге мы должны получить? Вы знаете, в этих отраслях мы должны получить компании, которые будут способны конкурировать на мировом уровне, которые будут лидировать на мировом уровне. То есть вот прежде всего это, не продукты. Продукты мы, знаете, еще со времен левши умеем делать, только потом они почему-то производиться начинают где-то в других местах. Задача здесь дать возможность российским компаниям создать такое регулирование, такую систему поддержки, чтобы эти компании стали глобальными игроками, сохраняя при этом российские корни. Это одно. А второе, мы должны в этих рынках получить технологии. Технологии, стандарты, которые Россия может придумать и предложить миру. Так же, как по нашим стандартам, например, в космосе, у нас много стран, которые используют наши технологии, наши стандарты для того, чтобы развивать свою космическую отрасль. Спасибо вам большое за ваши комментарии и ваше время. Успехов вам в Новом году. И пусть все, что вы задумали, реализуется. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok